Волны высотой с трехэтажный дом. Ветер, который вырывает деревья с корнями и сносит крыши. У нас шесть вечера или пять еще. Вот крыша уже. Отходит, а улетела. Такого шторма временно оккупированный Крым не видел уже очень давно. Погода начала ухудшаться еще со второй половины субботы. Антициклон накрыл полуостров. Ураганный ветер до 50 метров в секунду. Сносит дорожные знаки, светофоры и заборы. Море вышло из берегов и затопило прибрежные дома и даже дороги. Так выглядела трасса Симферополь-Евпатория. Автомобилисты оказались в ловушке. В следствии затопления в Евпатории по многим улицам можно было проехать только на военной технике. У нас высокий цоколь, метр и вода уже в доме. Ни света, ни газа, ничего нет сейчас. Ужасная обстановка. Ужасная. Хорошо меня спасли. Полная комната в отжим. Навесы, пирсы и пляжи ушли под воду. В Севастополе деревья серьезно повредили не один десяток машин. Затоплены подвалы. Вода стоит на первых этажах. Здесь вырвалось тоже вон окно. Вот это все, что у нас тут в доме. В следствии непогоды погибло минимум 4 человека. Почти полмиллиона жителей Крыма остались без электрики. Как минимум на несколько суток. Из-за отключения насосных станций фактически весь полуостров остался без воды. Пришел циклон с юга достаточно мощный. Он регенерировался и углубился над Черным морем. Поэтому основное его влияние именно на Одесскую, Николаевскую, Херсонскую области и, конечно, Крым. Он был достаточно мощным, особенно по скоростям ветра. Давление в его центре было низким и такое нечасто бывает. Серьезно пострадала и военная инфраструктура оккупантов. В Евпатории море смыло все оборонительные окопы, которые расшисты нарыли с начала этого года. В воскресенье ночью вода разрушила железнодорожные пути. Многие рейсы были отменены, потому как поездам просто не по чем ехать. Вот, вот это и показывали. Вот, вот, смотри, смотри, пусть. Вот пусть подмыл. И в СМИ даже появилась пока неподтвержденная официальная информация, что в море у Севастополя шторм разломил напополам российский патрульный катер «Раптор». Даже природа намекает оккупантам, что полуостров надо покидать через Крымский мост, пока он еще цел. Была информация вчера накануне, что враг попытается запустить шахеды, в том числе из временно оккупированного Крыма. Но видим, что и временно оккупированный Крым, и Черное море подписали на эту ночь контракт с вооруженными силами Украины, помогли нам, шахеды не вылетали. А если даже вылетали, то, ну, пролетели они точно не очень большое расстояние. В море кораблей нет, а это понятное дело, потому что сильно штормит ни ракета-носителей, ни обычных на боевом дежурстве. Надеюсь, на ближайшие пару дней хотя бы вот такая ситуация и останется. На другом берегу Кеченского пролива ситуация ненамного лучше. Шторм сносил дома прямо на глазах. Недалеко от Анапы намель выкинула сухогруз с экипажем на борту. Ветер был такой силы, что вырывал электропоры, а часть поездов вынуждена была встать на полпути. В связи с штормом в Краснодарском крае и на оккупированном полуострове понедельник был объявлен выходным днем. Редактор субтитров А.Семкин